Где в эпоху а-гендерной моды искать женственные вещи? Всем привет! Меня зовут Настя, я стилист и студент магистратуры по истории и теории моды. Подписывайтесь на наш аккаунт, здесь про стиль моды и профессию стилиста. Итак, у меня для вас есть топ-10 брендов в сегменте масс-маркет и мидл, в которых вы всегда найдете женственные вещи. По традиции я вам рассказываю и показываю примеры из магазинов. И первый наш бренд это Кульгая. Кульгая, она же Гея, богиня земли, мать всего на земле по древнегреческим мифам. И это уже многое объясняет про бренд. Бренд существует на рынке с 2013 года и наверняка вы видели сумки, которые были дико популярны в то время, они называются Арка. И это та вещь, за счет которой бренд выстрелил. Но главная фишка не в этом, а в такой женственной, достаточно сексуальной одежде, которую создает главный дизайнер бренда Жасмин Лирян. В общем-то сумки у них классные, но по сути сумки только привлекли внимание и помогли бренду утвердиться на модном рынке и развиваться дальше. Давайте вместе заходите смотреть, что можно найти. Сразу скажу, мне у них очень нравятся открытые топы. Это фишка Калдгая, это, конечно же, платье и даже брючные костюмы. У них выглядят очень женственно. Я сделаю вам такой топ моих рекомендаций, покажу их сейчас. А вы уже дальше, если вам нравится бренд, сами зайдете и посмотрите. Там, на самом деле, конечно, гораздо больше, чем я буду показывать. Я покажу, на мой взгляд, таких хедлайнеров этих брендов. А, конечно же, это брючные костюмы. Вот эти с укороченными брюками и приталенным жакетом прекрасны. И посмотрите, какие великолепные цвета. Что-то из трикотажных сетов определенно. Например, бежевый джемпер и брюки в рубчик. Или вот такой со симметричным топом. И вот этот зеленый, если любите более яркие цвета. Обратите внимание, неважно, брюки, это трикотаж, это все равно будет акцент на то, чтобы фигура выглядела красиво, на то, чтобы ее подчеркнуть. Конечно же, платье. Тут огромный выбор под разные ситуации. Я даже, наверное, не буду показывать какие-то конкретные модели. В общем, от выхода на пляж, с какой-нибудь сетки для выхода на пляж, до прогулки или коктейля. И даже вечерние. Есть такие, как более элегантные, так и супер откровенные открытые. Конечно, их шикарные топы. Один такой топ, даже если вы надеваете его с базовыми джинсами, просто задаст настроение всему комплекту. И обязательно загляните здесь в раздел аксессуары. Возможно, если это будет не одежда. Например, одежда вам не подходит по ценовому сегменту. То всегда можно выбрать какой-то аксессуар. У них очень красивые серьги и браслеты. Из таких интересных вещей у них есть просто такой космический бралет. То ли ожерелье, то ли бралет. В общем, у него такие здесь цепочки. И дальше косточки, как у бюстгальтера. И под жакетом на голое тело это будет выглядеть невероятно красиво. И, конечно же, сумки в виде раковин, жемчужинок. И их мюли на таком среднем каблуке. У них есть очень красивые варианты. Тоже рекомендую посмотреть. Следующий бренд это Love Republic. Это российский бренд, часть Malone Fashion Group. И именно Love Republic у них отвечает за такую женственность и сексуальность. Это именно то, что мы сегодня с вами обсуждаем. Бренду уже 15 лет. Кроме регулярных коллекций, у них есть коллекция Studio с более сложным кроем. И линейка Premium с более дорогими тканями. Давайте посмотрим, что тут можно найти. Конечно же, это платье. И мне нравится, что здесь есть и базовые, и трендовые варианты. Определенно точно это блузы и топы. Здесь огромный выбор от кроп-топов и таких каких-нибудь маечек до блуз. И есть даже футболки шелковой фактуры. Это такая вроде бы базовая вещь. Но если она не трикотажная, а шелковая, это совершенно другое впечатление. Потому что вот эти струящиеся ткани, это, конечно, тоже очень про женственность. Мы же помним, что женственность это не обязательно открытое тело. Или это не обязательно розовый цвет. Или это не обязательно какие-нибудь пышные формы. Женственность может быть выражена за счет светлых оттенков. За счет каких-то мягких фактур. За счет каких-то струящихся фактур. Или, например, легких тканей. Я сейчас просто физически не смогу все перечислить. Иначе мы не уложимся никак в наш регламент. Но, тем не менее, женственность может быть разной. Она может быть более девичьей, наивной. Она может быть более романтичной, нежной. Она может быть более такой сексуальной и открытой. Здесь все зависит от того, какой вы себя ощущаете. Естественно, я показываю примеры. Ваша задача всегда адаптировать рекомендации, выбрать для себя. В коллекции студио можно найти интересные вещи. Мне понравился этот топ с объемными цветами. И такое же платье бандо в красивом сером цвете. Вот такие вещи, они, конечно, трендовые. И можно их найти и в люксовых брендах. Но, на мой взгляд, это такие вещи дополнительные для гардероба. Поэтому я бы такой вариант себе точно брала в масс-маркете. А вот этот прозрачный сет из органзы мне еще понравился. А в премиальной коллекции можно найти, например, прозрачную, красивую блузу из шелка за 7000. Или вот жакет со скидкой, он стоит 7000. По сути, 7000 это сейчас цена жакета в масс-маркете, не из премиальной линейки. Здесь это на 50% хлопок, на 50% полиэстер, но подкладка 100% вискоза, что для меня всегда определенный большой плюс. А также вот, например, сапоги из натуральной кожи за 5000. Скидки это мой любимый формат шоппинга с клиентами. Я всегда использую этот трюк для того, чтобы либо повысить клиенту ценовой сегмент, в котором мы работаем. Например, мы работаем в масс-маркете, но если мы хотим повыситься новый сегмент, мы можем это сделать без повышения бюджета, дождавшись скидок и купив нужные вещи. Ну, либо, если вы шопитесь в том же сегменте, просто в два раза уменьшайте расходы на шоппинг. Тоже приятно, знаете ли. Если вы хотите разбираться в моде и шоппинге и стать со мной коллегами, работать стилистом, работать с клиентами, то мы всегда будем рады видеть вас на нашем курсе «Стилист». Ссылка на лист ожидания на следующий поток всегда находится в описании к видео. А мы двигаемся дальше. И я хотела здесь еще обратить ваше внимание на коллекцию «Ивнин». Здесь есть шикарный корсет, он просто великолепен, коктейльные платья и все это по вполне комфортным ценам. Следующий бренд, про который я вам расскажу, это бренд «Вера Венера». Думаю, здесь тоже уже из названия ясно, что этот бренд про женственность у нас с вами. Гайя, Лав, Венера. К сожалению, информации подробной про этот бренд я не нашла, но ничего страшного, у нас есть прекрасная возможность познакомиться с их знаковыми моделями, которые характеризуют их больше всего. На мой взгляд, тут идеальный баланс актуальности и женственности. У них вышла новая коллекция «Muse of the Ocean». Тут даже бомбер выглядит женственно. Есть красивый приталенный жакет с правильными объемами, платье из шелка Малбери. И даже худи у них всегда будет либо в каком-то мягком оттенке, либо на нем будет какая-то картина, что-то про Венеру. И давайте, конечно же, взглянем и на регулярную коллекцию. Довольно популярны у них платья из такого мягкого трикотажа в разных длинах, футболки и лонгсливы. Футболки с ракушками, либо нашитыми, либо принтованными на груди. Лонгсливы. И, конечно же, топы и боди с имитацией лифа. И вообще вещи с акцентом на грудь, вещи с имитацией лифа, это такая их определенная фишка. Раз мы начали про имитацию лифа, есть еще очень классный бренд, который стал именно за счет таких топов популярен. Но сейчас он, конечно, уже гораздо больше. Это Arsant Iris. Этот бренд родом из Нью-Йорка и его основательница Алана Джонсон. И, как я уже сказала, он начался с одной очень популярной вещи, это было в 2015 году. И это был трикотажный топ с имитацией косточек лифа, но поверх самого топа. После него начался просто бум на вещи, которые подчеркивают так или иначе грудь. Но бренд не остановился только на этом топе, только на этом успехе. А он перерос во что-то большее, где можно сейчас найти очень красивые, очень стильные, современные и очень женственные вещи. Давайте смотреть. Мне нравится, что бренд вообще довольно минималистичен, насколько он может быть. Здесь достаточно спокойные цвета, но при этом интересные фасоны. У них невероятные топы, все началось именно с топов. И да, топы тут очень классного дизайна, они разные, далеко не только тот топ с косточками, их достаточно много. А вот новый топ Aphrodite, это какая-то нереальная красота. А я, если честно, задумываюсь о том, чтобы его заказать. Кстати, каждая вещь есть описание, такое достаточно объемное, про эту вещь. И здесь также вот этот топ, он с кашемиром, то есть он очень мягкий. Да, такие топы вот с имитацией лифа, похоже, мы видели с вами у Вера Венера. Если вы ищете аналог Arson Iris, то Вера Венера отличный вариант, такой более доступный ценовой категории. Ну, здесь они, конечно, очень хороши. Белый и черный, но еще у них появился красный. И очень красивая оттенок красного. И есть такой же в кроп-варианте. Далее, на что я бы обратила внимание, это их струящиеся изделия. У меня есть их юбка балерина, ее, к сожалению, сейчас нет в наличии. Есть платье с запахом, но в целом у них есть и другие варианты, вот на струящиеся ткани. Тоже обращу ваше внимание. Это и платье, и топы. И из нового мне очень понравилась юбка Antoinette. Она с таким, это мини-вариант с таким хвостом из сборок, из ткани сбоку. А мы двигаемся дальше. У нас следующий бренд, это Арабханова. Бренд основан Хадижей и Луизой Арабхановыми, сестрами, которые родились в Ингушетии. Ну, во-первых, хочется отметить, что они какие-то невероятные красавицы, которые делают очень женственную одежду с акцентом не только на дизайн. Это очень классное сочетание современности и женственности, но еще и с акцентом на качество. Бренд существует с 2013 года. Они пропагандируют свой бренд как нечто, несущее ценности семьи, уюта, единства. И их главной фишкой являются платья Миди. Давайте смотреть. У них платье с таким мягким акцентом на фигуру и подчеркнутой талией. Такие достаточно закрытые. Это модес бренд, это довольно скромная мода. Здесь не будет каких-то экстра мини, здесь не будет каких-то кричащих вещей открытой сексуальности. Но это все равно очень про подчеркивание женской фигуры. Это не про полностью, не про то, чтобы полностью ее скрыть. И мне прямо очень нравится вот это сочетание некой традиционности, но при этом актуальности вещей. Далее, мне очень нравятся у них сеты. Они супер разные по настроению. Есть вот, например, такой сет, консервативный и такой более в ретро стиле. И тут же вот такой сет из Данима с юбкой. Выглядит очень современно, очень актуально. И в новой коллекции у них есть такой вот зеленый в стиле 80-х. И это совершенно другой крой. Прекрасно, как в концепции бренда, уживаются такие разные стилевые направления. Хотя, конечно, они объединены одной темой. Это все про женственность и про красоту. А, конечно же, большой выбор юбок. У них довольно качественный трикотаж. И на что я бы обратила внимание, это то, что у них много красивых платков, часто в тон изделий. Две девушки-основательницы, они мусульманки. Они точно знают в этом толк. А мы знаем, что платок в тон комплекта или платок, повторяющий принт одной из деталей комплектов, это транс-подиумов. Еще один классный бренд ДНК, которого входит женственность и любовь к женской фигуре, это Вивих. Основательница, на мой личный взгляд, это одна из красивейших женщин Вивиан Хорн. Бывшая модель и блогер, которая нормализует позитивное отношение к своему телу. И, конечно, легализует моду в любом размере. Вивиан, как успешный фэшн-инфлюенсер, испытывала некоторые проблемы в подборе вещей на свою фигуру. И поставила задачу решить этот вопрос и создала свой бренд. В коллекциях Вивих абсолютно не только одежда плюс сайз. Это довольно широкая размерная сетка, в которой есть вещи от маленьких размеров до размеров плюс. Но главная фишка бренда в том, что они довольно сильно работают над кроем вещей, для того, чтобы они красиво смотрелись не только на миниатюрной или худощавой фигуре, но и на довольно пышных объемах. То есть их задача создать такую одежду, которая будет красиво смотреться на любой фигуре и с уважением к разным параметрам тела. Давайте смотреть, там все очень красиво. Вообще фишка бренда это драпировка, которая подчеркивает фигуру в нужных местах. Тут и купальники, и топы, и даже футболки с драпировкой. И они, правда, очень классно смотрятся. Фотографии есть на моделях разных параметров. И вы можете посмотреть, такие футболки могут очень здорово смотреться и на миниатюрных девушках, и на девушках с достаточно пышными объемами. Особое внимание еще в этом бренде я бы обратила на платье. Тут есть и платье по фигуре, и свободные, и кимоно. Вот, например, это макси-платье у меня, оно очень симпатично. Оно называется Chestnut и состоит из бэби альпаки на 50% на 28% из шерсти мериноса и менее 20% полиамид. То есть оно будет очень мягким, очень нежным, приятным к телу. Ну и красиво будет смотреться на разных фигурах. Топы, конечно же, тут водолазки с драпировкой. Как же это красиво смотрится на теле. И насколько я слышала отзывы про этот бренд, кому мы приобретали, кто сам приобретал, это действительно совершенно другое ощущение посадки одежды на тело. Ну и, конечно же, юбки. В основном тут макси и миди. Ну, есть из чего выбрать. Следующий бренд это Бетруа. Бренд звучит по-французски, но на самом деле бренд российский. У него две основательницы, Юлия и Анастасия. Стал этот бренд известен благодаря платьям. И с них мы начнем наш обзор. Это миди с воротничком в стиле 40-х. И мини с дополнительным воротом, таким как от маечки. Благодаря им бренд стал очень популярен. Но платьями бренд не ограничивается. Я бы обратила внимание здесь на сеты. Твидовые с мини и миди юбками. Вот жакет здесь с сердцами. Это новый, он такой красивый. Подразумевается в сете вот с этой роскошной юбкой. Но на самом деле его можно приобрести отдельно. И он и с джинсами будет классно смотреться. И с базовыми брюками. И с любой юбкой, которая есть у вас в гардеробе. Приталенные жакеты без лацканов. Это что-то такое между жакетом и блузой. И вот этот кардиган у них популярен тоже и женственно, и расслабленно. Но и в жакеты я предлагаю заглянуть отдельно. Тут много твида. Так что если вы мечтали о жакете Шанель, но не готовы были потратить на него миллион, то здесь отличная альтернатива. И мне нравится, что из твида здесь есть не только такие более строгие варианты, но также есть бомберы, есть кардиганы. Твит это не часть моего стиля. Я редко ношу эту фактуру, но глядя на их кардиганы и бомберы, я подумываю себе заказать комплектик с таким. Следующий наш бренд это My812. И понятно, что бренд из Петербурга. Его основательница Альбина Зуева начала этот бренд в 2015 году с пяти платьев, которые самостоятельно сшила на машинке. В своей группе ВК бренд так и пишет, что их одежда это про женственность и про сексуальность. Бинго! То, что нам нужно сегодня. Кстати, раз бренд начался с платья, берем за аксиомы, что здесь это главный продукт. Я в восторге от этого платья-кимоно с запахом на спине. Это очень красиво. А также тут очень красивые макси-платья. Ну и покажу вам еще отдельно. Вот это платье со сборками изо льна. Просто какое-то произведение искусства. Эти тонкие сборки, представьте, из стопроцентного льна. А также у них достаточно симпатичные топы из трикотажа. И в принципе не только. Вот такой топ на запах с открытыми плечами смотрится очень красиво. И рубашка из тонкого слегка сжатого льна. А также варианты низа для женственных комплектов. Это широкие брюки с потайным поясом, юбки макси и миди. И даже если взять брюки и шорты, они все равно здесь будут достаточно женственные. Предпоследний бренд с нежным названием MyMy. Они позиционируют себя как бренд повседневной одежды с легким настроением праздника. Изюминки их бренда это, конечно же, топы с перьями. Лаконичные лонги с отстегивающимися перьями на рукавах. У меня есть такой в светлом цвете. Впоследствии появились такие же джемпера. И кардиганы. И самый главный хит у них тут это кардиган светлый с разноцветными перьями. На одной руке зеленые, на второй, по-моему, бордовые. Очень красиво смотрится. Но на него обычно ажиотаж. Надо немного подождать, если вы хотите такой. А следующая единица это мини-юбка с бантом. При этом бант отстегивается. У вас, по сути, есть атласная юбка, которую можно скомбинировать просто с какой-нибудь серой футболкой, с белой футболкой, с кедами. И так отправиться на прогулку. А можно пристегнуть бант, надеть босоножки. И это уже будет совершенно другая история. Ну и другие юбки, на самом деле, заслуживают внимания. У них очень красивые. Из новой коллекции мне еще очень понравился. У них жакет и юбка Джеки О. Они будут красиво смотреться и вместе. И отдельно это вот такой вариант костюма, который как раз очень про женственность. Да, он такой немного в стиле 60-х. Смотрится невероятно красиво. И цвет просто великолепный. Да, он трендовый. Но мы помним, что цвета глобально не могут выходить из моды. Поэтому, если вам нравится красный, то это может стать отличной базой для вашего гардероба. И последний наш бренд на сегодня это бренд из Копенгагена Rotate by Burger Christensen. Они тоже про такую жизнь как праздник и позиционируют себя как бренд для вечеринок, коктейлей и повседневного гламура. Давайте посмотрим. Популярны вообще они стали благодаря своим жаккардовым платьям. И вообще платье по сей день очень важная часть их ассортимента. И там действительно есть что найти где-нибудь здесь будут варианты. И также я бы обратила внимание среди всего на их трикотаж. У них есть как кардиган, например, с такой четкой линией плеча. А также у них есть различные свитера. И это все смотрится довольно женственно. И что мне у них очень нравится, у них есть такая мягкая пушистая ткань в довольно спокойных оттенках. У меня есть такой кардиган, укороченный в зеленом оттенке. Возможно, вы его где-то на мне видели. С широкими рукавами. И сейчас вот есть такой красивый в лиловом с цветком. Я не могу эти видео каждый раз заставлять меня хотеть какие-нибудь новые вещи. И я смотрю уже на этот кардиган и думаю, что надо глянуть, как его заказать. Ну, надеюсь, вам тоже что-то приглянулось за сегодняшнее видео. Потому что на этом мы заканчиваем. Мы поговорили про 10 женственных брендов, где всегда можно приобрести одежду, которая подчеркнет вашу красоту, вашу сексуальность, вашу фигуру. Если вам понравилось видео, я буду рада вашему лайку и комментарию. И также, если у вас есть пожелания по темам, пожалуйста, напишите в комментарии. Я всегда все смотрю, читаю, стараюсь всем отвечать и прислушиваюсь к вашим пожеланиям. А на этом мы заканчиваем. Спасибо огромное. До встречи в следующих видео.